Субтитры создавал DimaTorzok И это означает, что как минимум, как нам кажется, наше мероприятие приносит вам реальную пользу и эффективность. Так ли это? Спасибо за вопрос. Хочу сказать, что в первую очередь, как вы отметили, Республика Абхазия не первый год участвует в данном мероприятии такого рода, именно бизнес-саммит Нижегородский. Хочу сказать, что, безусловно, данное мероприятие играет важную роль в налаживании контактов, именно бизнес-среды получается, так как тут мы находим, каждый предприниматель и каждый участник для себя может найти что-то важное, где на одной площадке собирается бизнес, с одной стороны, и государственные органы власти. И на основе договоров, получается, уже может выходить какой-либо интересный продукт. И с другой стороны, хочу отметить, что в данном мероприятии с каждым годом, ежегодно, но этот бизнес-саммит улучшается, расширяется, да, круг участников, как говорили, отмечали, они увеличиваются ежегодно, что это уже дает результат, это дает уже понять, что данный бизнес-саммит, безусловно, играет такую важную роль в развитии именно отношений, не обязательно, может, экономической сферы деятельности, может, и культурной, образовательной, в сфере спорта. И каждый для себя может найти частичку полезности. Какие ожидания в этом году у вас от Международного бизнес-саммита? Безусловно, ежегодно, как и в этом году, да, мы ожидаем, что с каждым годом мы будем налаживать контакты именно, скажем так, с Нижним Новгородом, Нижегородской областью. Хочу отметить, что благодаря именно такого рода мероприятиям, да, наша бизнес-среда находит партнеров. Не только наша, при том, и с Нижегородской областью, и также международные различные, скажем, предприятия, также на данной площадке. И еще хочу отметить, что в этом году ожидания, конечно, не оправдывают себя, так как мы уже посетили множество различных выставочных павильонов, да, уже мы с нашими коллегами, тут мы находимся с делегацией с Республики Абхазия. Немножко хотела сказать, с каким визитом мы на стажировке государственных служащих в сфере экономики по программе в Министерстве экономики и конкурентной политики. И каждый коллега для себя, мы находимся, каждый коллега для себя может найти здесь, в данном мероприятии важное, получается. А что вы уже нашли? Мы вот уже нашли, получается, мы уже беседовали с белорусскими партнерами нашими, да, в сфере развития, они занимаются производством сельхозтехники. Как вы знаете, сельское хозяйство для нашей Республики является одним из таких направлений, да, сфер, эконом, приоритетов, да, для экономики. И вот наши коллеги с Министерства сельскохозяйств в делегации участвовали, они уже заинтересовались данной продукцией. И белорусская сторона со своей стороны также уже заинтересована в налаживании контактов. Надеемся, что при возвращении мы будем укреплять данные отношения, которые мы наладили здесь, на данных площадках, и развивать еще больше. Это был всего лишь такой единечный пример. Тем более бизнес-саммит все-таки действует несколько дней, так что будем надеяться, что у вас будет еще больше поводов для взаимных сотрудничеств. Вот в этом отношении как раз Нижегородская область и Республика Абхазиа сотрудничают действительно очень давно. И остались ли еще какие-то сферы неохваченными вообще в отношении сотрудничества? Куда стоит сейчас обратить свое внимание? Спасибо. Хочу сказать, что, как вы сказали, Нижегородская область и Нижний Новгород с Республикой Абхази действительно сотрудничают давно. С 2010 года у нас между Республикой Абхази и Нижегородской областью подписаны ряд соглашений, одним из которых является соглашение в сфере торгово-экономического сотрудничества, что предполагает, что мы должны даже развивать в сфере экономики, культуры, спорта, находим постоянно новые узлы, новые пути решения взаимовыгодных таких увязочек. И сферы в основном у нас, конечно, это приоритетная сфера, это туризм и для Нижнего Новгорода, и для Республики Абхази, агропромышленный комплекс. Вот хотелось бы более уже увеличивать, расширять данную сферу. И вот считаю, что еще неохваченными остались сферы в области IT-технологии, которая также для нас была бы приоритетным таким направлением. И вот про перерабатывающие производства, в сфере перерабатывающих производств. Интересно, значит, еще есть много чего. Конечно, можно всегда находить, я считаю, пути для развития, как и для Нижнего Новгорода, для Нижегородской области, и для Республики Абхази главное было бы желание. Согласна, но я не сомневаюсь, что желание есть. Возвращаясь непосредственно к теме международного бизнес-саммита, хотелось бы спросить, вот он только, по сути, начинает свою работу, сегодня первый день, какие мероприятия вы уже успели посетить, а какие планируете? Мы уже с утра здесь, получается, прям с начала открытия побывали уже на пленарном заседании, во главе встреча у нас губернатор Нижегородской области. Даже удалось пообщаться немножко с ним, поблагодарить за данный наш визит, оказаться здесь, на данном саммите. После этого мы дальше пошли по программе, получается, приветственное слово, также мероприятия в секции про блокчейн, нам очень интересно, вот криптовалюты в сфере экономики и бизнес-инкубаторы. И у нас еще остались такие направления, как тоже блокчейн в сфере промышленности, интересно, что же там нас ждет. Не сомневаемся, что вам это понравится, очень надеемся, мы очень старались. Хотела вас поблагодарить за содержательную беседу. Я напомню, в студии у нас была помощник министра экономики Республики Абхазия Камила Гургеновна Гвадалия. Все, все.